Микс Ньюс Это произошло 25 сентября Да, это правда Мы готовы идти в школу Нас возраст школьника Вы как-то себя отождествляете С этим этапом Человеческого общего возрастления Ну какой-то этап Некоторые зрелости приходят Какие-то осознания, опыт Однозначно Наверное, больше какие-то осознания Понимания вещей уже Больше нет такого идеалистического Видения всяких Которые абсолютно необходимы при начале Для того, чтобы начинать какие-то проекты Максимализм Максимализм, конечно, да И не видеть никаких преград И только бежать вперед Несмотря ни на что Я думаю, что у нас был такой период И очень важно, что он был Мы могли очень двигаться вперед Я думаю, что достаточно быстро А сейчас к нам приходит Какая-то такая, наверное, некоторая Более серьезность больше Я имею в виду для организации как таковой Не для самих клоунов И, конечно, работы в больнице Но для самоорганизации И, да, понимание каких-то вещей Более, наверное, глубок Отмечали как-то семилетие? В этот раз мы отмечали только внутренне У нас было большое внутреннее мероприятие Мы первый раз собрали всех тех Которые сейчас у нас уже работают И пригласили тех Которые с нами работали раньше Но уже больше не работают Потому что у кого-то семьи появились У кого-то гораздо больше работы стало У кого-то еще какие-то другие причины И мы пригласили их тоже к нам отпраздновать И сказать им спасибо за то, что они были с нами И получилось, наверное, очень такое По-русски сердечное Да, очень душевное Душевное, искреннее А появление семьи противоречит занятию доктора-клоуна? Ну, появление нескольких детей подряд Может, да Работы много То есть мы же понимаем, что, в общем-то, это вторая Третья работа К сожалению, это не та работа, которая приносит деньги А тянуть на одном энтузиазме Там шесть лет подряд немного сложно Потому что все-таки надо и кормить семью, которая появляется Нужно оплативать какие-то свои расходы И все растут Цены, к сожалению, тоже Зарплаты не очень Поэтому у каждого своя есть Тем более я еще больше благодарна всем тем, кто с нами все еще остался Это большая часть тех, которые начинали с нами быть Но, тем не менее, да Команда немного меняется На данный момент она немножко уменьшилась Ну и, наверное, попозже можем поговорить У нас новая школа будет Да, вот прямо сейчас хотел поговорить У вас сейчас команда сколько человек? Тридцать? Больше? Наверное, чуть меньше даже Активно работающих даже уже меньше И, да, мы пытаемся тоже понимать, что делать, чтобы люди оставались Чем мотивировать, как оставлять Потому что нам очень важно Нам важны те люди, которые с нами были Которых мы обучили Это очень большой ресурс, который, во-первых, мы вложили Они уже выросли профессионально И то, что может происходить и сходить дальше Мы, конечно, можем брать новых Но мы опять их учим с нуля А если мы берем старых И, в общем-то, мы накладываем наверх И мы растем в профессионализме Поэтому, конечно, мы заинтересованы Что все наши, так называемые, старенькие И более опытные клоуны с нами оставались И росли дальше Да, вообще про школу сейчас поговорим Я просто подумал Мы так вот влетели, можно сказать Ну, заговорили про докторов клоунов И это, кстати, замечательно Что мы так обыденно про это заговорили Наверное, мы сейчас не будем рассказать историю И все вот это вот Но зайдем так То есть, вы работаете в больницах И когда вы начинали 7 лет назад Вы работали в двух больницах, да? Как доктора клоуны? Да, это было Нет, мы были в двух больницах Это была рижская больница Единственная детская больница И у нас была девочка Вот Ребекка, которая с нами до сих пор Она была очень большей нецентрой Ездила из Венсплса Первая, кто был регион Так что мы были первые У нас первые клоуны были в Риге И одна была в Венсплсе А сейчас 7 больниц? Сейчас 7 больниц, да Кристина, подключайтесь 7 Да, и 7, получается Но, тем не менее, не все регионы покрыты Латвии Или вся? У нас не покрыто только На данный момент из больших больниц Ну, относительно больниц Больших, как и у нас есть Да, это Даугавпилс Но, в принципе, конечно, есть еще Нам хоть там Кулдега Есть какое-то маленькое отделение Что-то еще То есть, вопрос ресурса Есть небольшие больницы Которые бы хотели там Хотя бы раз в неделю Иметь докторов-клоунов Но из больших На данный момент Это только Даугавпилс Ну и, как мы знаем Далеко ездить людям Во-первых, на обучение Во-вторых, у нас есть супервизии Все-таки необходимо им приезжать в Ригу И быть в команде Быть в этом Это достаточно сложно Для людей, которые живут в Даугавпилсе Но надеемся, что с новой школой О которой мы поговорим позже Эта ситуация изменится То есть, главный приоритет сейчас Ну, Даугавпилсе и Латгалэ Для вас территориально Для нас был приоритет На самом деле Все регионы Когда мы набирали людей Вот у нас сейчас началась школа А в мае мы сделали Так называемый Коу То есть, мы приглашали Людей Мы приглашали все регионы К сожалению Мы не смогли найти людей На Алеппо и Венспилс В этот раз Чему нам очень Чувствую, нам очень грустно Остается все те же самые клоуны Работать На Даугавпилс На Цесис И на Валмир У нас будут новые региональные клоуны Чему мы очень рады Потому что больницы очень ждут И существующих сил нам не хватает И клоуны работают на износ В регионах Кристина Да Вы очень молчаливый доктор-клоун Очень Да Значит, доктор-клоун Не должен много говорить Я так понимаю Ну, у всех разные клоуны Кто-то разговорчивый Кто-то молчаливый Это нормально Ну, вот у вас какой? У меня У меня, на самом деле Он от ситуации зависит От внутреннего настроя И от того, что происходит вокруг Он может быть хулиганистый Он может быть молчаливый Он может петь Танцевать Все что угодно А как давно вы присоединились К движению? Четвертый год А, ну то есть половина Ну да Половина пути Я вместе иду И вы вот представляете С точки зрения такой социологии Такого же доктора-клоуна Который совмещает Ну то есть Да На каком-то энтузиазме Это все делает Да Расскажите просто немножко Эту историю Как вы пришли Как я пришла Я узнала, что существует Такой проект И поняла, что я хочу там быть Я ждала набора Я его прошла Спасибо большое Через такую же школу Как вот сейчас открывается? Через такую же школу Это было сложно? Там было то, чего вы ожидали Или совсем не то? Там было намного больше Чем я ожидала Потому что эта школа дала Не только какое-то обучение И знание Но она и дала Больше понять себя Раскрыть себя Какие-то свои грани О которых я не догадывалась Вот Эта школа дает очень много И для личностного роста тоже Не просто как для образа клоуна Но как для человека Ну вот Марьяна сказала Что по прошествии каких-то лет Адреналин, наверное, немножко спадает Я не знаю, как это еще писать И люди, наверное, уходят Или приоритеты их свои пересматривают Вы пока держитесь? Не, ну Честно говоря, были моменты Такие спада Вот И это нормально Потому что все движется по спирали Невозможно все время на пике Если ты думаешь, что ты держишься Все время на пике Ты себя обманываешь просто Поэтому у меня тоже были моменты Когда я уходила в небольшой отпуск Так сказать И сейчас я очень рада Что я стала координатором Потому что это опять вернуло меня в поток И клоунады тоже На самом деле А работа координатора Что подразумевает? Кроме громотвода Которого мы за эфиром выстили Все Очень много всяких Ну и это очень здорово Мне очень нравится Потому что это настолько многогранная работа Вот Надо делать все Ну я вот заметил По сравнению с другими Как бы это назвать Общественными организациями Ну как это Некоммерческими Да Вы очень много времени уделяете Какому-то социальному Социальной коммуникации Ну если так элементарно говорить Вы очень так подробно ведете Фейсбук Например Очень много там Всяких мероприятий И так далее Это важно Да я так понимаю Для такой организации Ну мы наверное Когда изначально начинали Мы поняли Что у нас будет большая часть Уходить времени на маркетинг В общем-то И ну как вы называете Да Вот то что мы экспонируемся Мы рассказываем о себе постоянно И мы делаем компании Акции И мы безумно рады Когда там предприятия Сами приходят Говорят давайте мы сделаем Ну вот мы вас поставим Будете вы Как это назвать Слабо могу Вэй Да там То есть Вы это приобретаете Ну да То есть пожертвования пойдут к нам А мы делаем компанию Мне кажется очень важно Так как вы правильно указали Общественных организаций очень много У нас в общем-то Ну примерно Вот сейчас у нас там Чуть меньше 30 клоунов 20 учатся Но в общем-то У нас плюс-минус Постоянная команда Плюс-минус 45 человек Это какой-то офис Который чуть-чуть вынужден расти Потому что иначе Невозможно с этим справляться Поэтому бюджет Он необходим Достаточно большой Чтобы мы покрывали Те нужды Которые существуют В больницах Мы на данный момент Даже не можем этого покрыть Для того чтобы Собирать эти пожертвования Ты должен быть Все временно слухом Мы все только люди На самом деле Как бы ты ни хотел Делать хорошее То что ты видишь То что ты помнишь Туда ты и жертвуешь Когда тебе даются возможности Чем более проще Это происходит Тогда ты участвуешь В этих вещах Поэтому я думаю Что да Мы говорим о себе Мы рассказываем Нам важно Во-первых Это для того Чтобы действительно Собирать пожертвования Бюджета На следующие года И гарантировать больницам А у нас есть Ответственность перед больницами Перед детьми Перед родителями Перед медперсоналом В больницах Ну и вот у нас У руководства Есть ответственность Еще перед нашими сотрудниками Которыми В общем-то Мы тоже обеспечиваем Какое-то Для всего этого Да Необходима не только Работа в больницах А еще дополнительные Какие-то активности Также нам очень важно Рассказывать все еще О своей работе Потому что все-таки Очень много людей Не знают Специфику работы Докторов-клоунов Это кажется Надел нос И пошел Сделал Ха-ха Хи-хи Все классно Все радуются Это есть Десять процентов Стереотипы какие-то Нет Просто люди не углубились в это Они может быть не слышали Какого-то более глубокого интервью Где была Кристина Или Игорь Которые от своего клоуна Они рассказывают Что это такое Как происходит работа Где они учились Там полгода Познавали себя Для того Чтобы они могли Пойти в больницу И перенести Вот это дети Вот это вот Облегчение Но тогда Наверное лучше Может Кристина Может рассказать Каких-то более Действительно настоящих Не знаю Там случаях А в своих ощущениях Более Да Если можно Да Кристина Можешь рассказать О случаях Они на протяжении Всех этих четырех лет Происходят Наверное Конечно Да Ну на самом деле Я вот думала Что бы я могла Такое рассказать Но меня больше всего Вдохновляет Да мы помогаем Каждому отдельному ребенку Но меня радует то Что это реально возможность Не только подарить свет Добро И как-то Изменить пространство Мне нравится Что это наша работа Она объединяет людей Ну вот например Один из примеров Когда мы работаем В коридорах Мы работаем не только По палату Вот сидит огромное Количество людей У детей проблемы Они сидят там Два-три часа Все просто В никаком состоянии Если можно так сказать Все устали Кто-то злой Каждый закрылся Замкнулся В своем мире Вот приходим мы С открытым сердцем С открытыми глазами И мне нравится Что через нас Через наши действия Мы можем этих людей Объединить Например У меня два случая Вспомнилось Это путем музыки И это просто удивительно Когда ты понимаешь Что ты закидываешь удочки Так-так Потихонечку Находишь подход К каждому И потом В конечном итоге Весь этот коридор Просто с тобой Вместе Музыцируют Взрослые дети Это реально Какая-то Удивительная энергия Вообще появляется Во всем этом И ты понимаешь Что ты уходишь И там совершенно Поменялась атмосфера Поменялось состояние людей И ты оставляешь их уже Ну не в этом Угнетенном состоянии А они просто Вот они поменялись Внутренне Поменялась обстановка Поменялось их отношение Или как элементарный Маленький мячик Может точно так же Объединить людей Ты закидываешь В эту удочку И вот пошел процесс И они опять все вместе И мне очень Мне очень нравится Что мы можем Объединять людей Это очень здорово Ну говоря об этом Насколько я понимаю Игорь кстати Об этом по-моему Рассказывал Что даже если По-моему Это больше Свойственно Детям постарше Уже подросткового возраста Которые закрываются И выражают Какую-то Ну как-то агрессивно Могут себя вести И он так это преподносил Что это тоже У этого есть тоже Своя позитивная сторона Что это тоже Определенный выход Конечно Конечно Да Ну с подростками Вообще мне нравится На самом деле Работать Потому что у меня у самого Дети подростки Чуть подальше От микрофона крестит Вот И С ними С ними совершенно По-другому С ними легче На самом деле С подростками Да Хотя казалось бы Ну да У каждого свое Мне кажется У каждого клоуна Есть какая-то Своя Категория Детей Возрастная С которыми им легче Ну как бы работать И вам с подростками Ну мне нравится С подростками С детками маленькими Тоже здорово Но это просто Разная Разная энергия Разный подход С подростками Можно себя вспомнить С подростком Включается какой-то Мой внутренний подросток И именно через это Можно работать Ну как бы Ты включаешь Определенного Возраста Ребенка Внутри себя И через это Можно взаимодействовать Легче А вы используете Какие-то вещи Из современного мира Которые могут Подстегнуть Ребенка Или подростка Ну будь то Я не знаю Мультфильм какой-то Там Тачки Или певица Билли Алиш Или еще что-то Или это такой юмор Более Универсально Такой Общий Глобальный Ну даже не юмор Я хотел сказать Не совсем юмор Но вот Артистизм Я использую Например музыку Современную Направление Рэп-культуры Потому что Ну как бы Вот это вот сейчас В топе Это в теме Ну для меня музыка Вообще Так как я связана С музыкой Немного в этой жизни Поэтому я в теме И я использую Именно вот Новые тенденции Музыкальные Которые вас На общую Какую-то языковую Возгодоставят Вы можете общаться вместе Окей Я добавлю Но на самом деле Клоуны конечно Должны немного следить За тенденциями Что происходит Потому что для того Чтобы оторвать Детей от От лаптоков Тем более Общаться с подростками Ты должен понимать Что сейчас происходит В мире Вообще Чтобы как-то Так все быстро меняется Чтобы мощным Разговаривать И найти к нему подход Надо понимать Что его сейчас Может занимать И как вы говорили Что подростки Они понятное дело Они в оппозиции Все их друзья на улице Они там закрыты Им еще говорят Что делать постоянно Это вообще вызывает Абсолютнейший протест И конечно Что клоуны Они приносят Возможность контакта Даже если начально Этот контакт Может быть какой-то Негативный То в общем-то Рано или поздно Они идут на контакт Да более И им необходим Этот контакт На самом деле Чтобы пережить это время Чтобы пережить Свои внутренние У них и так тяжелое время Они там еще в больнице Что пережить свои внутренние Какие-то переживания Контакт он необходим И они конечно Вначале Ну бывает Что они нужны Нам эти дебилы С красными носами Не нужны Что я уже взрослый И что это такое Что кучу его ко мне Если пришли Идите к маленьким И что это делаете Ну по-разному на самом деле Ну я понимаю Что конечно Нет универсального Какого-то выхода Но на самом деле Я говорю Просто главное Как у меня это происходит Если даже мне говорят нет Ну нельзя Напором брать Просто Ты находишься В этой ситуации Ты улавливаешь Эту ниточку Каким-то Это реально волшебство На самом деле Я не могу Вот нету такого Вот это происходит Так-так Это реально Какой-то такой тонкий процесс И когда ты находишься В этом потоке Оно все образуется Само собой На самом деле Чем больше ты включаешь ум И думаешь Так-так-так Ну это я про себя говорю Но не включаешься Из образа при этом Да-да Нет Но я имею ввиду Если только включается ум Все Вот этот поток Он рвется Я говорю про себя Я не знаю Как у других происходит Для меня важно Оставаться в этом потоке И он выводит В нужное русло Вот Небольшой перерыв Буквально минуты И вернемся Доктора Клоуна У нас сегодня в гостях Продолжаем разворот Доктора Клоуны У нас сегодня в гостях Глава общества Марьяна Миловская И координатор И собственно Доктор Клоун Кристина Соколова Ну давайте Про школу Более административные дела Еще затрону Так сказать Школа Уже открывается В которой в четвертый раз Да Это у нас четвертая школа Школой не было Три года Ее не было Ее не было Не было необходимости Не было необходимости Да Во-первых Школа Это безумно Это безумно Затратное дело Как финансовое Так и энергоресурсное Очень затратное Это полгода Когда люди учатся До этого Люди отбираются Достаточно долго И ну То есть Это большой процесс Который должен происходить Когда это необходимо Поэтому очень много людей Я знаю Что ждало Эту школу Вот несколько лет Нам писали И те которые К нам приходили Мы знаем Что вот люди Действительно ждали Что-то делали Тренировались То есть В эти Простите Перерыв Вот сейчас такое окно А до этого Не было возможности У желающих Три года не было возможности Была сформирована команда Которая Да Была сформирована команда Которая работала На тот момент Нам было Практически достаточно людей Нам конечно Не хватало в регионах Но только Для них Мы не могли делать Позволить себе Делать там Десять человек Может быть набрать И учить это все У нас вот Сейчас команда Двадцать человек Которые мы отобрали Уже учеба происходит А учеба уже происходит Уже да У нас Месяц да Примерно Примерно месяц у нас Приходит учеба То есть в мае мы объявили наборы Все лето мы отбирали И в этом году нам очень хотелось Добрать как можно больше регионов Поэтому мы даже Не приглашали людей Приезжать на интервью в Ригу Мы сами ездили По регионам И брали интервью У людей Которые нам подавались С расчетом на то Что они выучат И останутся там И будут там работать Да Да С расчетом на то Что людям Просто может быть На полчаса интервью Первое Потому что у нас Четыре ступени отбора Первое Это ты напишешь заявление То есть там Мотивационное письмо Мотивационное письмо Потом происходит интервью С руководителями проектов Потом еще у нас Один день отбора Актерский И один день Психологический тренинг Так вот эти первые Нам очень хотелось Никого не пропустить Мы ездили в регион И специально По дням Брали И разговаривали С людьми там на месте И в конце В сентябре Мы образовали уже Все по четыре Четыре ступени отбора Прошло Мы отобрали 20 человек Которые вот сейчас Начали обучение Большой голос был Желаний было много Вы знаете У нас обычно бывает Плюс-минус 10 человек На место Ну то есть примерно 200 человек В этот раз было Немного меньше Около 150-160 анкет Но они куда были Более все осознанные Чем раньше То есть я хочу Господь Огромное спасибо Всем тем Кто подавался Может быть кто-то там Понятно что кто-то не попал Кого-то не получилось Есть разные Почему Это не сказано Что-то плохо Но работа Очень-очень специфическая Ты должен быть Очень психологически Зрелым человеком Понимать Куда ты идешь У тебя должен быть Актерский талант Поэтому еще раз Да хочу сказать Огромное спасибо Всем тем людям Которые отнеслись Очень ответственно А почти все анкеты Которые мы посылали Которые мы получили Они были Очень осознанно Заполненные Люди понимали Куда они идут Чего не было раньше Вот Поэтому да Команда Мне кажется Подобралась Которая сейчас учится Надеюсь Ну пока не то что мы видим Осознанно Готовая учиться И тратить свое время На это Я так понимаю Что повысился возраст Средний Докторов-клонов Если раньше Это были Преимущественно Молодые люди Да 20-30 Да наверное То сейчас И постарше Сейчас у нас В общем-то Группа которая Сейчас есть Она начиная Наверное С 25 До там И у нас Да Не очень много В возрасте людей Но у нас есть Тоже несколько Вот Что очень радует Что не может Не радовать безумно У нас появились Молодые люди У нас целых 6 6 Да Молодых людей У вас и были Молодые люди Разные У нас было Отлично мало Да все 4 школы У нас было Достаточно мало Да То есть сейчас Пришло гораздо Больше мужчин Подавалось уже Остознанно Приходящих Которым Им было не стыдно Прийти и сказать Что я хочу быть Доктором-клоуном Это не стыдное занятие Это хорошо Мне не будет стыдно Сказать на работе Причем люди приходят Из таких структур Которые достаточно Серьезные Да Поэтому может Да Сейчас не буду Всего рассказывать Когда школа выпустится Вы познакомитесь Со всеми ними Но в принципе Да Это мне кажется Большая заслуга Самых докторов-клоунов Что они поставили Вот эту работу На тот уровень Профессионализма Что даже в нашем Обществе Где понятное дело Куда более Социально ответственны Женщины Даже мужчины Приходят И готовы работать И тратить свое время На обучение Дальше на работу Доктором-клоуном Но вы не принимаете Претендентов Моложе 18 лет Нет Не принимаю Это юридический Какой-то момент Или вы так решили По каким-то другим Ну во-первых Это юридический момент С другой стороны Это работа В принципе Для уже Психологически зрелых людей Для Это тяжелая работа Ну вот Не знаю Может быть Кристина может Покомментировать Что в больнице Она вот еще Кристина сама Еще и мама Тоже То есть Чувствуется Есть разница Если работает Человек Утро 18 лет И в общем-то Еще не сформировавшийся Да И взрослый человек Уже взрослым Тяжело справиться Конечно Ну на самом деле Сложно Как я уже говорила Когда ты приходишь В больницу Очень важно Ставить все За порогом Больницы Все Не существует Ничего Ты клоун Ты забыл И на самом деле Когда ты совсем молодой Юный И Ну это сложно сделать Просто вот раз И выключить Иногда даже мне Ну самой сложно Это все Но при этом В этой работе Ну как Вот И вы уже сказали Кристина Что Необходимо как-то Попасть в это Эмоциональное поле Ребенка Но при этом Насколько я понимаю Привязываться К конкретному Ребенку Тоже опасно Потому что Это грозит Выгоранием Как минимум Или чем-то еще Нет Как этот баланс Сохранить В таком случае Ой Привязываться Да Вот это вот У меня были Пару раз Пару моментов За всю практику Когда я делала Переносы Как бы Мои дети Я просто видела Это Ну Это все Это надо сразу Отметать Как только чувствуешь Что Начинается Какая-то Вот такая Сердечная Реакция Надо сразу Выключаться Не говоря о том Что мы бессердечны Но в принципе Как нас всегда учили Мы работаем Со здоровой частью Ребенка Мы работаем Вот с той здоровой Частью ребенка Которая в нем Всегда существует И только таким путем Мы можем помочь И поэтому Меня тоже спрашивают Как можно работать И вот не плакать Все время Не плакать Потому что Ты видишь В нем вот этого здорового И ты его будешь Ты его поднимаешь И как бы Даешь ему возможность Открыть глаза На этот мир Вот Поэтому Важно работать Со здоровым ребенком Внутри больного Может в этом секрет Можно сказать Я читал Одна из докторов-клоунов Из вашей команды Ивита Да? Голдберга Из Валмир Рассказывала Что Что она работала И какая-то школьница Делала исследования На основе ее работы И просто мне интересно Ну не вызывает сомнений Что доктора-клоуна В принципе Это эффективная Эффективная практика Но есть какие-то Получается Ну не на школьном Но на каком-то более широком уровне Есть действительно Исследования на эту тему Очень много исследований Делает Израиль Делала раньше У них Очень тоже на высоком уровне Так же как мы говорили В перерыве В Франции На очень высоком уровне Естественно Франция не очень сильно Заботится об исследованиях А Израиль Как В общем-то Такая передовая страна Научная На самом деле Началось все в Америке Началось все в Америке Просто Израиль Очень сильный в этом И очень готов делиться Мы ему безумно благодарны Потому что Большая часть наших тренеров Которые приезжают Нас учить И нас поддерживать Ну знания постоянно поддерживать У нас сейчас тоже В конце ноября На новую школу И на старых Менторить Приедет наш постоянный Тренер Именно из Израиля Так вот Израиль Он готов делиться знаниями А также Они делятся Всеми своими Исследования Которых очень много Начиная от того Что Наверное Я уже об этом упоминала Повторюсь Что ребенку Который засыпает Перед операцией С клоуном рядом Ему нужно Меньшее количество Анестезии Чем если он засыпает Без Да У них даже есть Такая практика Что он засыпает С клоуном И просыпается С клоуном Ну просыпается Может быть не настолько Важно Но засыпает Он вот С персоной Которой он доверяет Да Есть Они также работают В приватных клиниках И там у них есть исследование Что там процедуры Какие-то очень дорогостоящие Я сейчас не скажу какие Они проходят быстрее А в принципе это важно Для клиники это важно Потому что чем больше процедур Чем больше денег Для ребенка И для мамы Это важно Что это меньше времени Из-за быта И меньше стресса Да То есть Поэтому На самом деле Исследований очень много Даже делали Делали исследования По поводу того Что Когда доктор Клоун Работает Когда делают ЭКО То есть Экстракорпоральное Плодотворение Что процент успеха больше Вроде как Сумасшедшие Да Данные Но вот у них Такое есть Такие даты Очень много исследований Проводится У нас тоже приходят Девочки из школ Кто-то из университетов Делают опросы Нас это очень на самом деле Радует Поэтому мы с удовольствием Хотим Чтобы это все продолжалось Чтобы у нас в Латвии Тоже были свои какие-то Может быть Не на таком пока что Уровне Понятное дело Но исследования о том Как же в общем-то Работа докторов Клоуна В действии Что нам надо улучшить Возможно Где еще поработать Тема для какой-нибудь Бакалаврской Как минимум работы По-моему вполне Да Так что можно обратиться К ректорам Психологических И прочих Факультетов А стали ли врачи За эти годы Более Ну я думаю Что точно стали Просто насколько Они стали более Открытыми и отзывчивыми Потому что я так понимаю Раньше не вся территория Больницы Ну она так и должна быть Наверное не вся территория Конечно доступна Но операционные И прочее Наверное изначально Это было Да Я может расскажу Значало И потом попрошу Кристину продолжить Мы безумно благодарны Всегда вспоминаю Анду Чакшу Которая была в тот момент Директором больницы Которая нам дала Зеленый свет Потому что когда мы говорили С организациями Из других стран Они нам говорили Вы когда придете в больницу Первым скажут Укажут на дверь И скажут Идите отсюда Вы будете долго доказывать А когда мы пришли То Да Нам сказали Что О боже Мы давно об этом думали Как здорово Что вы пришли Ресурсы Поэтому Мы находились В таком Очень хорошем Я думаю Положении Что у нас был Акцепт В общем-то От руководства Понятное дело Что там ниже Было очень разное Восприятие Я думаю Что первым клоуном Было очень тяжело Прям вот Очень тяжело Во-первых Они были совершенно зеленые И мы все не знали Куда мы идем И чувствовали себя Не очень уверенными Плюс больницы Все-таки Консервативная Консервативная среда И Врачи по-разному Было так Что закрывали дверь Прямо перед носом Были сделать Что здоровались клоуны С ними не здоровались Ну По-разному было А то что происходит Сейчас Мне кажется Это просто Достаточно большая магия Потому что Когда вот Я даже была На каком-то интервью И звонили доктора Которого я вообще не знаю И она сказала И интервью спросила Как вам доктора клоуны Не мешают Она говорит Ну как же они мешают Они же наши коллеги И мне кажется Лучшие похвалы Для ребят Ну Для них естественно Невозможно Свою представить Но может Кристина может сказать Как это происходит Да И когда мы пришли в больницу То конечно Мы этого не почувствовали Что вот Мы не нужны Потому что Спасибо нашим коллегам Которые протоптали Эту дорожку Но я могу сказать Так как я сейчас работаю Координатором И просто поступают Звонки из разных отделений Просят Пожалуйста Вот Очень ждут Буквально Вот последняя была На прошлой неделе В интенсивной палате Девочка лежит Очень ждет И на самом деле Очень приятно Что мы Которая до этого Уже встречалась Я не знаю Встречалась или нет Я просто передала информацию Нашим ребятам Они пошли Ну вот Радует то Что звонят медсестры И просят Пожалуйста Придите Вы очень нужны И это Очень большой показатель А у вас есть какой-то график По какому графику Вы оказываетесь Доктора-клоуны Вообще появляются В той или иной больнице Да У нас есть график Который клоуны Сами заполняют Но в общем-то Когда у нас было Самое большое количество клоунов То у нас было Такое Устадо Ну как Желательно Чтобы клоуны были В течение Установка Да В течение всего дня То есть мы Стараемся Чтобы две пары Не отработали одновременно Чтобы в такие моменты Каждый день Да каждый день Это я сейчас про Ригу говорю Сейчас про Ригу говорю Да То есть чтобы в течение всего дня Был бы кто-то Сейчас у нас Скажите Так не получается Но в общем-то Может быть мы увидим Обратный уровень С этой двадцаткой Ну вот с этой двадцаткой Которая тоже распределится По всей Латвии Вот Но в общем-то Нам важно Что в тот момент Когда вот звонят И говорят Что вот там вот есть Девочка Которая Главное Что мне кажется Очень приятно Что Вот у нас после тяжелой операции Ребенок Придите пожалуйста Это невероятное доверие В общем-то Да Как со стороны медперсонала Так Ну не знаю Обычно дети не сами В основном это медперсонала Который в тот момент Решает Что да Вот нам всегда надо Важно Чтобы в тот момент Клоуны были доступны Поэтому конечно хорошо Если в какой-то момент Есть они Там в течение дня Что мы можем Это обеспечить Обеспечить Потому что Это очень классно Коридоры Это очень важно Палаты Это очень важно Но есть еще процедуры Которые очень сложные Да Может Это ну Такое в начале Когда клоуны Начинали работать Изводили Ну давайте Ну заходите Ну покажите Что вы тут умеете А ребенок там В истерике бьется Да Вот И тут конечно разные Но если ребенок будет плакать Хоть на чуть-чуть Поменьше В общем-то Уже задача доктора Клоуна Каким-то образом Исполнена Ну не знаю Может поделиться По поводу процедур Процедур Да Это такая важная вещь Да Это важная вещь На самом деле Не всегда удается Успокоить этого ребенка Во время процедуры Ну как бы Для себя я поняла Очень важно После процедуры Быть рядом Иногда Очень важно Отойти в момент процедуры Потому что Ну Ты не можешь наладить Этот контакт Этой связи нет Но когда эта процедура Заканчивается Ребенок все равно Находится в этом состоянии И вот тогда Можно Начинать с ним взаимодействовать Ты выводишь его Из этого состояния Паники Боли и страданий И вот Это очень здорово И для меня Например Это был очень большой вызов Когда я понимала Я не могу ничего сделать Он плачет Боже Что делать И потом с опытом Пришло это понимание Что иногда важно Отпустить И только после этого Начать А если еще О социологии Какой-то говорить Об отличиях Ну Латвия Она маленькая Но все-таки Есть регионы У нас Как минимум Двухобщинное А то и более Общинное общество Насколько Игорь 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 Как вам кажется Вот Кристина В частности Русские Игорь 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 Вы заметили что-нибудь У меня опыт В регионах Был один Выход В Резекне Вот И Я не знаю Я не разделяю детей На самом деле Между регионами Национальностями Потому что Я вижу В них Да Но я конечно Не об этом Отношения Понятно Я имею ввиду Вот именно При работе При контакте Не знаю Игорь 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 Рассказал Что русские Дети Они любят Более кучковаться И как-то Вместе Наклона Приходить к нему А там Например Алтышские дети Более вот так Как-то Внимательно Рассматривают его Что-то такое Ну Я такого Не проводила Так сказать Какого-то Анализа По этому поводу Потому что Точно так же Как и русские Латышские дети Они могут И кучковаться И есть русские дети Которым нужен Индивидуальный подход И он хочет быть Один на один Точно так же Ребенок Ну Латышской национальности Ну Это как бы Все так Я не заметила Тенденции нет никаких У меня Я нет Хорошо А правильно ли Я понимаю Что Докторов-клонов Можно встретить Не только в больницах Но и в тюрьмах С какого-то В какого-то момента Да Вот уже два года Проходит Мы работаем вместе С Праба Как это Служба Управления 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 Местозаключения Они начали Тоже свои новые Проекты Для того Чтобы для адаптации Людей Во-первых Чтобы они были готовы Выйти Для того Чтобы они были готовы Больше общаться С своими семьями Потому что Оказывается Это совершенно другое Другой мир Да Но просто Например Люди Которые Находятся Я сейчас Поверь соврать Люди Которые находятся В местах заключения Там примерно 25% встречаются С своими детьми Только 25% Сейчас они пытаются Таким-то образом Что я могу дать На самом деле Было много Очень исследований Уже тоже Они опираются На международные исследования Что ребенку Очень нужен Его настоящий родитель Где бы он Не находился А доктора Вы работаете С ребенком Который Соответственно Живет А его родитель Да Мы работаем Нет Мы работаем Только в один момент Когда дети Приходят Общаться С своими родителями В дни семьи Любые они То есть Они приходят Общаться На день семьи Да Они приходят Общаться С теми родителями Которые находятся В заключении Будь то Мама или папа Это такой Очень тяжелый момент Не знаю Это работало Да Мне был один Расскажите тогда Мы как раз были Мужская тюрьма наша Вот Ну Для меня это был Вообще удивительный опыт Я поняла Что для себя Я это направление Брать не смогу И Задача как бы Точно такая же Поменять всю эту атмосферу И вот Все было Ну я расскажу По-другому Своим опытом Все было замечательно Когда начали приходить Бабушки и дедушки С этими детками И там не чувствуется Что ты находишься В каком-то заключении Что сейчас будет Какой-то очень сложный Момент для всех Вот Дети там Они Ну они ведут себя Как дети Все в порядке Но вот этот момент Когда Нам надо было Заводить Детей К их папам Я вот сейчас Начинаю говорить И у меня эмоционально Это все равно Это Ну это Сложно Например Я Я понимаю Что не каждый доктор У клоуна Вообще может этим заниматься На самом деле У нас есть Опыт работы в больнице Но это что-то Совершенно другое Я Просто снимаю шляпу Перед нашими ребятами Которые туда продолжают ходить Потому что Ну это на самом деле Тяжело А как ребенок Ну в вашем случае Реагировал В чем именно заключалась Эта эмоция его Ну на самом деле Во-первых Сами родители Которые находятся В заключении Вот Для них Очень сложный момент Встретить своего ребенка Вот И раскрыться Для ребенка Сложный момент Он не видел своего родителей Тоже Ну Ну Я не знаю У меня Я даже не могу на эту тему Вот толком рассказать Потому что Для меня это был Очень сложный момент Я на самом деле Просто зашла И ушла И все Я сказала Я туда не пойду Потому что это слишком Ну для меня Это было слишком Это тема На лампе летом Да Мы как раз говорили Об этом на лампе На самом деле Задача доктора Клоуна Немножко Как-то выровнять Эту коммуникацию Потому что Как Кристина говорила Дети Которые никогда Не видели своих родителей Родители Которые Понимают Что они хотели бы Ну вот они там Они не знают Как общаться с ребенком Они не понимают Они не понимают Мало того что они знают И не умеют Так они еще В принципе в таком состоянии Что им сейчас делать И вот доктор Клоун Как между Да Вот он тот Который должен Вроде как наладить Понятно что люди Тоже находятся В таких условиях Что они не самые Возможно приветливые Не самых прекрасных Обстоятельств Они разные Тем более В женской тюрьме Немножко по другому В мужской Это конечно Еще более посложнее Да В женской все таки Это другие энергии Это мамы Да И у Клоуна Это задача В общем-то выровнять И как можно больше Оставить Ну чтобы комфорт Как можно больше комфорта Было у ребенка Как это В коммуникации С родителем Это на самом деле Насколько я слышала Потому что я не работаю Да Самое важное Это первое начало Как только ты чувствуешь Что какая-то там Ниточка уже налаживается Можно отпускать И уходить И идти дальше Да Но понятно Что надо все время Следить Как там проходит Что это В какой-то момент Надо подключиться Потому что у кого-то Могут там эмоции Зашкалить Что-то быть Поэтому ответственности Очень много В этот момент А эмоции И ощущения Вот Кристина Да Кто-то может А кто-то не может И для нас Очень важно Чтобы Во-первых Мы сами Пытаемся следить Но в общем Чтобы клоуны Сами отслеживали Свои состояния Где ты можешь работать Работа очень эмоциональная И сломаться В один момент Очень просто У нас есть Были ребята Которые к сожалению Какой-то не оценивали Свои возможности Они шли И шли И шли И шли И шли И сзывами Ломались А мы тоже были Достаточно опытны Для того Чтобы проследить за это Потом когда сломается Очень тяжело Возвращать человека обратно Да Еще немного административно Государственных вопросов Вообще не так много Время остается Я их немного сейчас Соединю В прошлом году Был принят закон О социальном предпринимательстве Насколько он вам помог Почувствовали ли вы разницу Насколько вообще Государство принимает участие Вашей деятельности И в том числе Была У меня на эфире Глава фонда детской больницы Лена Дамбин Она не первая Кто-то сказала Просто это по вашей Можно сказать Сфере Что налоговая реформа Она пожертвования Обрубила на 25% И это говорили спортсмены Ну вот в том числе Они по этому поводу Тоже что вы думаете С Леной я абсолютно согласна Это так и есть С нашими существующими С нашими партнерами Кто нас поддерживает Все нам сказали Что вы очень прекрасные Вы классные Но нам в принципе Вообще больше не интересно Это делать Да к сожалению Поэтому насчет того Как нас поддерживает государство Но к сожалению Наверное я промолчу Не особенно Мы этого не чувствуем Налоговая реформа Действительно очень порезала Я слышала Что у спортсменов Вообще совсем плохо Клубы закрылись И это мне кажется Очень плохая тенденция Прямо Ну действительно То есть сейчас мы опять Говорим о том Что все эти деньги Ходят наверх вниз И мы должны опять Откуда-то То есть не до того Чтобы оно шло Как-то параллельно Да предприниматели Нам могли бы давать И чтобы эти деньги Не проходили Абсолютно ненужные руки Там возможно Подавать какие-то проекты Но это не всегда так работает Что по поводу Социального предпринимательства К нам это не относится Мы чистая благотворительность Мы не занимаемся Предпринимательством Мы все время думаем Что надо было бы Какой-то бизнес открыть Чтобы у нас было Какие-то постоянные доходы Что вы социальное предпринимательство Нет Мы чистая благотворительность Мы поняли Что на самом деле Мы функционируем Как абсолютно нормальный Бизнес-структура Которая просто не зарабатывает А еще дополнительно Должна искать А этот статус Он не с точки зрения Заработка Или прибыли какой-то Естественно С точки зрения упростить жизнь, он бы не помог? А ведь для того, чтобы быть социальным предпринимателем, мы должны что-то производить и продавать. И должны за это получать деньги. Все, что мы предоставляем для больниц, для тюрьмы, но в тюрьме клоуны вообще работают как волонтеры, все, что мы предоставляем для больниц, для ассоциаций детей с особыми потребностями, все, что мы делаем, это все бесплатная услуга для них. Мы это все обеспечиваем, мы должны обеспечить их, то есть клоунов, то есть бюджет это на нас. Правильно ли я понимаю, что к зиме, ближе к праздникам зимним, ваша деятельность немножко ускоряется и учащается? Кроме того, вы в Спице ведь каждый год делаете магазин. Да, у нас в этом году в Спице будет сюрприз. Магазина не будет, но будет очень прекрасный сюрприз, так что следите. Да, мы только начинаем готовиться, будет там же Спице, огромная благодарность, которая нас всегда, кстати, Спице поддерживает. Да, еще хочу сказать, что очень важно для таких благоприятных проектов, как мы, это постоянные партнеры. Вот у нас это есть Спице, Риме, Фуд Юнион, а то есть Катилизни. Это именно то, что позволяет нам, например, функционировать достаточно эффективно, потому что у тебя есть какая-то хотя бы стабильность. И это важно, я думаю, для любой благодетельной организации, которая с кем бы то ни было работает. Поэтому, да, мы будем к Рождеству, у нас будет один большой наш собственный проект, еще один будет проект, я надеюсь, что, может, еще наши партнеры придут сюда и расскажут о нем. Но Рождество действительно такое хорошее время, во-первых, потому что все происходит быстрее, во-вторых, у всех есть хорошее, позитивное настроение на что-то делать хорошее, участвовать в чем-то, воспринимать какую-то информацию гораздо больше. Да, то есть школу, летом мы отдыхаем, потом начинается школа, мы все с детьми там, а к Рождеству немножко расслабляемся и даем себе возможность. Ну, это время, если уж говорить о каком-то чуде и праздниках, то самое время. Именно так, именно так. А что у меня под конец есть такой глупый вопрос, я у вас специально под конец припас немного. Очень надеюсь, давайте. Но у меня это как-то нелюбопытно просто. Вот мы сейчас переживаем новую волну фильмов, в которых используется образ клоунов и используется не в позитивном каком-то смысле, оно 2 вышло, а сейчас Джокер вышел. Джокер, да, да, да. Известное распространенное явление – клоунофобия. Вот вы не страдаете от того, что, опять же, безумно страдали по этому поводу первые пару лет, три года, мы думали, как вообще изменить восприятие доктора клоуна, клоуна как такового. Но я думаю, что мы это пережили. Я слышу время от времени, что да, что за клоуны, это же я от них боюсь. Но я, честно говоря, больше не переживаю, потому что мне кажется, мы перешли тот рубеж, и, в общем-то, люди в большей части понимают, что доктор клоун – это человек, который работает без грима. Что такое клоунофобия? Очень быстро, да. Это когда ты не можешь прочитать эмоции людей, потому что там вот грим, там маска. Что в Джокере самое страшное? Это его маска, ты не можешь почитать ничего реально. И из-за этого появляется клоунофобия. Доктора клоуны работают в очень близком контакте, практически вообще без грима. Это только нос и какие-то отдельные элементы. И поэтому я надеюсь, что, в общем-то, мы можем себе позволить об этом больше не волноваться. Спасибо вам большое. Желаем вам удачи. Ждем вашу крепкую голосовку. Спасибо большое. Хорошего вам 7 дня. Счастливо. До свидания.